а как часто ты говоришь нет своей жизни как часто ты отказываешь людям которые тебя о чем-то просит вообще а можешь ли ты сказать снова нет когда тебя просят близкие друзья там родственники ты не можешь этого сделать потому что ты себя не уважаешь ты себя не ценишь ты себя предаешь и те действия которые ты делаешь они тебе не выгодны но ты не знаешь что такое выгодное поведение что такое невыгодное и всего два поведения выгодное и невыгодное а вот невыгодное поведение это когда ты раздариваешь свою жизнь когда ты раздаешь свое время когда ты раздаешь свои ресурсы но ничего не получаешь взамен или получаешь то, что тебе не нужно. Это невыгодное поведение. Это как блядь, которая раздает себя всем, но ничего с этого не имеет. А есть поведение выгодное. Это то, что тебе выгодно. Когда ты делаешь какие-то действия, они тебе определенным образом дают какие-то результаты. Ты что-то получаешь от этого. То есть тебе выгодно делать те или иные вещи. И вот в основном в твоей жизни тебе выгодно сказать нет всем тем людям, которые хотят отобрать время, отобрать внимание, отобрать ресурсы. Но ты не можешь сказать нет, потому что тебя так воспитали. Тебя воспитывали с детства, что нужно быть хорошим, нужно быть покладистым, нужно взрослых уважать, нужно со всеми дружить, нельзя ни с кем ссориться. Поделись лопаткой в песочнице. Пускай Машенька поиграет. А ничего, что это твоя лопатка и она была именно для тебя куплена, чтобы ты ей пользовался. Тебя даже чувство собственности ампутировали. Представляешь, как с детства тебе сломали жизнь. То есть ты не можешь сказать нет, ты не знаешь, что такое выгодно-невыгодно. Тебя учили быть хорошим, покладистым, всех уважать, всех подчиняться, взрослым уважать. А взрослые знаешь, кто это? Это дети в старых телах. А тебя учили их уважать, с ними почитать. У них проблемы в голове они всякую делают, а ты должен да говорить, потому что тебя так воспитали. Поэтому пока ты не научишься говорить нет, а ты не научишься. Потому что подсознательные упреждения не ведут тебе это сделать. Так вот, если ты научишься говорить нет, если ты изменишь свои программы поведения, свои убеждения, если ты изменишь свое мышление, тогда твоя жизнь начнет меняться на твоих же глазах. И ты начнешь видеть, как те люди, которые тебя окружают, пользуются твоей жизнью, пользуются твоим вниманием, пользуются твоими ресурсами. И тогда ты поймешь, насколько им похуй на тебя. Им нужны просто твои ресурсы, и твое внимание, и твое время. Думай.